Государственные услуги в сфере земельных отношений пользуются большим спросом. Вместе с тем растет и количество жалоб на качество госуслуг в данной сфере. О том, какие меры принимаются департаментом по делам государственной службы по Акмолинской области при необоснованных отказах услугодателей, смотрите далее в сюжете. Одной из главных задач департамента является восстановление прав услугополучателей и обеспечение их соблюдения. К примеру, на основании предписаний ведомства о признании отказов в предоставлении услуг необоснованными местные исполнительные органы Целиноградского района выдали земельные участки 15 гражданам. Им выделены были земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства. Одному предпринимателю выделили земельный участок для обслуживания животномоческой базой. Кроме того, департаментом были восстановлены права 35 граждан. Ими непосредственно получены были государственные услуги в рамках мониторинга государственного услуга удалённым доступом. Таким образом, меры, принимаемые департаментом, идут на пользу Акмолинцам. За полгода 62 лицам были предоставлены земельные участки для различных целей. К примеру гражданин обратился в Акимат города Кокшитау заявлением о предоставлении дополнительного земельного участка площадью 0,04 гектара для развития бизнеса. Но поскольку в заявлении об оказании государственной услуги неверно было указано целевое назначение, местный исполнительный орган отказал ему в предоставлении земельного участка. Однако услугодатель, неправильно проводя процедуру слушания с предпринимателем, отменил замечания, послужившие основанием для отказа и лишил возможности повторного обращения. На основании решения департамента Акимат предоставил заявителю земельный участок. Вопросы оказания государственных услуг находятся на постоянном контроле департамента. Для удобства жителей расширяется также перечень функций, оказываемых в электронном виде. Кайрбек Тулегенов, Медед Кайркенов, Кокшия Акпарат.